всем огромный привет давно уже не было нас из салона машины в общем мы сегодня снова поехали саше вдвоем детей оставили все-таки не стали рисковать потому что карантин карантином и нафиг лишний раз их везде с собой вообще натаскать поехали мы сегодня опять очень рано выехали просто не знаю в такую рань когда еще было темно но уже большую часть дела сделали сейчас едем ко мне на работу потом наверное у нас останется только метро да или еще у нас какие-то планы есть покушать и самое главное покушать дорога у нас 50 на 50 где-то расчищена вообще классно где-то вот вот в глубине районов вообще все так засыпано что и вообще тяжело проехать на машине а так на улице тепло для зимы вообще классно но все мы тут еще катаемся все по ходу покажем где же мы сегодня гуляем сейчас я была у себя на работе всех повидала все меня повидали помнят еще помнят в общем все хорошо сейчас мы едем по центру города не знаю тут интересно на самом деле что так грязно все вообще кстати вообще не знаю смотрите там но сейчас покажу но тут мы проезжаем получается мы уже проехали мы уже сейчас едем в сторону меги в меги сходим покушать может быть в икею а потом уже метро которая вот нас в екатеринбурге на металлургов находится не знаю видно или нет но вон все по бокам грязь и дорога такая вся но это растаявшая дорога в принципе как всегда в общем ничего интересного всем привет к вам и помощь мы сейчас зашли в планету суши и опять хотим бизнес ланчу не заказать здесь у нас наше меню лежит сейчас уже к нам наверное девочка подойдет потом покажу заказ у нас уже забрали мы сейчас получается в меги сидим пока проходили к планете суши получились получается прошли через весь фудкор практически вообще народу нет такого никогда раньше не было чтобы меги было бы так вот смотрите вообще ну это для меги это похуй это вообще это не знаю что обычно помню придешь даже в буднем столик свободный только если на окраине где-нибудь сейчас здесь садись где хочешь вот кстати новогодние украшения еще остались мишка убрали подарочки все это осталось короче так тихо спокойно чувствуется что люди не ходят ну карантин этот грипп не то что все таки финансовую проблему сейчас очень многие задели ну у нас получается вот мы посетители тут посетители и и там самом ресторане и все то есть на самой территории мы немножко как бы на выходе а мы ждем свой заказ кушать хочется очень сильно перенесли нам мисо суп с креветками прям аж 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 хочется скорее его скушать он нереально вкусный надо как-нибудь попробовать такой дома сварить интересно продаются наверное такие составляющие в общем всем кто кушать приятного аппетита у нас тут уже чаек супчик и мы тоже уже начинаем скажи что ты заказал сегодня в этот раз ролл бангкок мы как-то говорили недавно когда заказывали роллы в Сюшкове что вот так вот в ресторане вкусный в планету Сюшурова я заказала салат я его кстати в прошлый раз тоже заказывала здесь с креветками здесь свежие овощи морковочка и вкусная очень заправка итак нам принесли горячее блюдо у меня здесь куриные бедра будет там рис, что-то яйца, зелень в общем сейчас попробую выглядит конечно у Саши поаппетитнее Саша там свинина, грибы и макароны по-русски говоря сейчас я их делаю вот это наш бизнес-ланч мы заказывали его с суп с креветками оба далее салат я заказала этот последний Саша заказывал себе чай с маки в бангкок 6 штук а на горячей у него была куцияки а у меня тури доль я пила зеленый чай а Саша себе мелькану что он как-то плохо вкусируется в общем это такой бизнес-ланч вот честно я очень наела Саша говорит, что как-то он наелся, но не очень то есть мы взяли его полный сейчас наверное освещение просто нет максимальную комплектацию то есть все включено первый, второй и компот а есть просто где с сапсалатом, горячим в общем тут видно в общем ловкие потребности в общем мы сходили в видео теперь мы идем в Икеа народу в принципе сейчас мне кажется побольше стало но все еще не так много в видео мы взяли фотобумагу и для пылесоса потом мы можем попробовать фотки напечатать на нашем принтере что получится не знаю там еще на улице елочка стоит при главном входе в Мегу здесь внутри в принципе все убрали только у него не осталось мне кажется не очень хорошо видно тут еще Саша пришел что-то темно кажется в общем там оно есть вот Саша фоткает сегодня гулять по Меге просто одно удовольствие на самом деле ни толпы, ни народу я честно говоря думала что здесь все равно будет много народов на такие маски там или не знаю чихать в кашле вообще тишина такая идешь себе что-то тут а Спербанк переехала там сейчас булочки продают то есть даже булочки открылись в такие времена вот единственное тут РДБТ закрылась магазин сейчас только у нас один остался вроде как что тут еще закрылось пока так проходим да что-то там а там еще вон вывеска тоже место магазина закрылась ну так погулять неплохо, нормально конечно без ажиотажа и мне кажется этим охранникам скучно столько охранников ходят они что-то такие грустные ходят, смотрят а народу то нету кого тут охранять классное преимущество без детей гулять в том что мы спокойно сейчас покушали спокойно очень вкусно покушали да, очень вкусно и спокойно в том плане что мы не торопились как обычно когда Максим с Аленой поедет за 2 секунды и мы там за ними и второе что мы сейчас спокойно пройдемся по магазину без орущей Алены хотя говорю сейчас зашли и говорю не хватает орущей Алены которой надо карандаш быстрее дать в руки бумажку дать быстрее чтобы она заинтересовалась чем-то а мы чтобы успели все посмотреть сейчас кстати посмотрели в детскую комнату там только один ребенок лежит ну в смысле играет отдыхает расслабляет в лаунч зоне да, так никого больше деток не берут сейчас с собой ну и в самой Икеа опять никого и думаю видно сзади там один-два человека и мы тут такие гуляем ну интересно много в российских семьях в туалетной комнате вот такие штуки все как бы травкой стоят ну это конечно не настоящая травка но как-то непривычно по крайней мере что в туалете такие косты растут вот эта кухня в Икее мне больше всего нравится здесь короче как и барная стойка вот еще внутри ящички есть как гостиная и как кухня вообще самая классная не знаю, больше всех нравится ну красный оттенок может быть и не клево так ну вот в том плане что можно и не красный но вот сама постановка очень-очень нравится и там вот такой дизер вообще классный а гостиная ну это студия студия да да так еще бокальчик ну короче вообще все нравится только единственное здесь как бы кран в воду как-то не очень а остальные все вообще класс класс взяли еще два йогурта я с колодичным наполнением сашей с черничным у меня сейчас акция этот йогурт получается 15 рублей плюс сироп 5 рублей получается штука 20 рублей так вот стоило 95 получается так 50 50 это самый сироп 45 95 я думала там все вместе и пончики взяли тут 10 штук за 80 это с собой уже сейчас мы уже пойдем выходить из меди все мы вышли из меди теперь мы направляемся в метро который прямо здесь рядышком мне кажется больше народу стало ну да ладно мы все сделали все что хотели попробовали мы этот йогурт который вот показывали что-то честно говоря не очень понравился вот которые другие предлагают тоже замороженные йогурты там поинтереснее повкуснее тут на любителя просто на самом деле все мы приехали к метро погода вообще классно в такую погоду только гулять и гулять но мы сегодня гуляем по магазинам все мы сейчас уже будем заходить в метро в этом метро кстати есть медиамаркет вот тут медиамаркет медиамаркет в общем вот медиамаркет бизнес то есть в других отделах метро просто электроника именно метро а здесь медиамаркет они сконнектились всего два по-моему один в Москве или два в Москве да рассказывали такое в общем все мы пошли что вкусно-то вообще классно раньше в метро вообще не было детских товаров сейчас столько всего вот тут вот книжки вот из паскоганки допустим Максимки водороданки мы заказали вот такой вот паровозик Максимки только с Алиэкспресс ну цена конечно не такая и мы еще заказали что хотели к Новому году ему подарить на Новый год в начале ноября заказали да уже считаете февраль месяц и вообще не привета нету вот классные пульки в детстве мы такими стреляли не пульки а эти бу-ум которые звук дают пистонок пистонок пистолетом называются пистонок пистонок пистолетом называются пистонок 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 С детского мы прошли в медиамаркет, есть тоже бонусы, я не знаю, куда их потратить, просто было бы много бонусов, наверное, бы нашли на что потратить, когда их не очень много, вот ты думаешь, что же надо. На дворе 21 века, я все равно все записочки, что надо купить, пишу на бумажке, хотя есть телефон, я все равно записываю, да, Саша вон, у нас у каждого свой список, он записывает все в телефон, сейчас мы смотрим, что для машины что-то тут смотрим, в общем, походила я посмотрела одежду, там сейчас на детскую неплохие, кстати, и распродажа уже на весну. Здесь мы всегда набираем салфетки, здесь вот антибактериальные стали, распробовали их, они нам больше понравились, чем из FixPrice, они не высыхают. И это те, вот где-то, 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 внизу, там где-то видно, 0,60, это за одну штуку у них так интересно все написано, и вот здесь вот, раньше они по три штуки все продавались. Главное, зачем они приехали? Ну, сейчас дешевые подгузники, не летайте. На самом деле, акция вообще жикарная. Это на выходе. Ее не продлили еще, а тут? Тут прицепировая она, да? Вот столько мы сегодня набрали, все дома покажем и расскажем. Ну, походили, посмотрели цены, и сейчас еще вернемся в Ашанку, что там хотим докупить. Ну, все подробно, наверное, про цены, это все точно дома. Как у вас? В принципе, нормально. Все, конечно, очень дорого, но как-то нормально. Мы сразу все разложили по столу. У нас тут и Ашан, и Метро, и еще раз Ашан. Да, еще у нас есть Икеа, только я не нашел. Да, сразу же все разложили, но. Так, где вы встали? А мы... Там. Слово, какое-то месиво. Вот вообще, мне кажется, ты не приедешь на тележке. Слышишь, не вижу, не помню. Вы светите. Вечером вообще классно. Ну да, вечером классно. Я себе взяла уже, наверное, третью вот такую вот геническую помаду. Что-то она мне очень понравилась. Это Беллипс от Мебелин. Именно вот такая, голубенькая. Еще я пробовала желтую, но желтая мне почему-то не понравилась. Поэтому вот как-то я на нее подсела, она мне закончилась. Мне прям что-то не хватает. Мне вот там ни Неве, ни другие не хотелось. Только именно рука к ней подтянулась. Поэтому вообще довольна, что я ее купила, наконец-то. Вот так вот выглядят уставшие люди. Мы сегодня весь день на ногах. Сейчас мы поедем, и там уже темно. Потому что на самом деле уже сколько? Семь часов вечера. А уехали мы из дома, получается, в семь утра примерно. В общем, весь день. Ноги вообще гудят. Вообще устали капитально. Сейчас поедем за Аленушкой, потому что Максимка отказался ехать домой. Сказал, что останется с бабушкой. Поэтому Аленку забираем и домой. Скорее всего домой. Потому что завтра нас ждет тоже такое насыщенное. Ну, утро точно, а день ничего не известно. Субтитры сделал DimaTorzok